Голосование за территории Барнаула, которые нуждаются в благоустройстве, проходит с 15 марта по 30 апреля. В этом году выбор большой. На победу претендуют 37 объектов. Выбирают сами жители города, а волонтеры им помогают. К примеру, на избирательных участках в первый день выборов президента страны они провели по 4 часа. Привлекли почти 10 тысяч человек. Депутатский корпус решил помочь молодежи. Мы решили зарегистрироваться волонтерами. Что это нам дает? Это дает возможность голосовать здесь и сейчас. То есть каждый депутат получит свой адрес и через него он будет входить и помогать барнаульцам голосовать. К моменту подписания соглашения уже подготовились. На сайте Добро.ру у каждого депутата есть свой рабочий кабинет. Через него посредством СМС горожане смогут проголосовать за тот или иной объект, который они желают видеть обновленным в 2025 году. В территории, напомню, 37 за каждой будет закреплен свой куратор. Он сможет организовывать встречи с горожанами и объяснять необходимость голосования за тот или иной объект. К примеру, в прошлом году Сергей Струченко призывал голосовать за парк Ленина, но люди требуют от депутатов большей активности. Были, конечно, нарекания в мой адрес с учетом того, что я являлся куратором этой территории, что я не организовал эту работу. Вот прям дословно вам передаю эти слова. Поэтому, учитывая критику наших избирательных жителей, мы сегодня приводим, будем так говорить, в правое русло данную работу. Депутатов волонтеров их молодые наставники уже начали обучать. Помощь целого депутатского корпуса – большое подспорье для юных волонтеров. Люди публичные, авторитетные, занимающие определенное положение в обществе. Мы только уверены, что участие Барнаульской городской думы значительно увеличит показатели по вовлечению жителей в голосование. Депутаты уверены, что вместе с молодежью справятся. Напомню, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Барнауле появилось много красивых и зеленых территорий. За примерами далеко ходить не надо. Изумрудные и юбилейные парки за пару-тройку лет изменились до неузнаваемости. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова